Временное правительство Кыргызстана планирует провести референдум в воскресенье 27 июня. Избирателям предстоит решать, станет ли их страна первой в Средней Азии парламентской республикой. Однако не все, как среди политиков, так и среди простых граждан, поддерживают решение проводить голосование именно в эти выходные. Ведь юг страны ещё не успел оправиться от кровопролитных межэтнических конфликтов. Как утверждает глава Временного правительства Роза Атунбаева, референдум как раз является критически важным в деле восстановления порядка. Он также необходим, чтобы узаконить недавно пришедшее к власти правительство, за которое формально не голосовали. Кроме этого, референдум станет шагом к тому, чтобы лидеры Кыргызии получили официальное дипломатическое признание. Наступил момент, когда промедление чревато серьёзными негативными последствиями. Мы будем принимать все меры для скорейшей стабилизации ситуации на юге страны, для достойного проведения, справедливого, честного голосования на референдуме». Не все киргизские политики такую позицию поддерживают. «Масштаб национальной трагедии таков, что настаивать на проведении референдума является не только неправильным с моральной точки зрения, но также и политическим бедствием». Тем временем над Бишкеком самолёты разбрасывают листовки, поощряя граждан принять участие в голосовании. Избирателям будет задан один простой вопрос – поддерживают ли они новую Конституцию, согласно которой парламент будет иметь больше полномочий, чем президент. С проектом Конституции можно ознакомиться на веб-сайте Временного правительства. Так голосовать или нет? Тут мнения простых жителей столицы также разделились. «Если референдум пройдёт, я думаю, что у нас и ситуация изменится более-менее на положительную сторону, конечно. Поэтому мы должны активно в этом участвовать. Я всех призываю, чтобы обязательно приходили и свои голоса давали». «Нормальный человек сейчас разве может провести референдум? В стране горы, в стране нищета, в стране уже целый юг уже всё, хаосы. Какой может быть референдум?» В то время как в центральных регионах Кыргызстана всё относительно спокойно, на юге страны, отделённом от столицы цепью заснеженных гор, тысячи беженцев возвращаются в полуразрушенный Ож. Напомним, что в этом месяце в результате насильственных конфликтов между местными узбеками и киргизами здесь погибло более 250 человек. Сотни тысяч были вынуждены бежать из региона. Гульчахра Кадырова возвращается с детьми домой. Видя то, что осталось от их хозяйства, она плачет. «Вот видите, что произошло. Смотрите, в каком состоянии наш дом. Когда-то эти сожжённые стены были её кухней». «За 20 лет делали, копили всё это». Отец Гульчахры говорит, будет участвовать в референдуме. «Буду участвовать. Буду, чтобы мир на земле был. А что делать? Если они найдут этих виновных, пусть находят виновных. Сама хозяйка разрушенного дома другого мнения». Вызывает ситуация в стране беспокойство и на международной арене. Кыргызстан – немаловажный стратегический регион. Здесь есть нефть и природный газ. Страна лежит на путях контрабанды наркотиков из Афганистана. Россия и США имеют здесь свои военные базы. Представители ООН в Кыргызстане работают с Центризбиркомом, чтобы поддержать голосование. При этом будут присутствовать и международные наблюдатели. «Мы поддерживаем Центральную избирательную комиссию. Мы, организация объединённых наций, имеем там своих экспертов-инструкторов, чтобы Центризбирком гарантировал, что референдум проводится по международным стандартам, под которыми Кыргызстан поставил свою подпись, что референдум – всесторонний, что результаты являются, так сказать, достоверными». Согласно новой конституции, Атунбаева будет оставаться главой Временного правительства до конца 2011 года. Парламентские выборы будут проводиться каждые пять лет. Президента будут избирать на шестилетний срок. Причём одно и то же лицо не может быть избрано дважды.